Всем привет! Это программа Дополнительное время и я ее ведущий Кирилл Васенин. Подошла к концу не только рабочей, но и спортивной недели. Давайте вместе вспоминать лучшие моменты имена спортсменов и победный счет. Поехали! Давайте на этой неделе начнем не совсем с зимнего спорта, во всяком случае в нашей стране. Футбола. Дело в том, что в прошедшие выходные саратовские футболисты открыли зимний турнир. Набралось аж целых 11 команд, которые будут бороться за звание чемпиона. В том году мы играли 6 плюс 1, в этом году играем 7 плюс 1. И изменилась у нас длина и ширина площадки. Больше пространства, больше места для какого-то маневра. В первом туре игры закончились со следующим счетом. Энергия обыграла с РФТИ 1-0. Команда Авангард уступила Терему 1-2. Команда Саров Инвест выиграла у Дюшикар 2-1. Концар во встрече с Дюшикар 2 уступил со счетом 1-4. Динамо ВД в ничью закончил встречу с командой Торпедо 3-3. Во втором туре Концар не смог одолеть команду Саров Инвест 2-4. Энергия проиграла Дюшикар 0-1. Дюшикар 2 в ничью сыграла с РФТИ 0-0. Динамо ВД и Динамо Войнская часть также сыграли в ничью 0-0. Команда Торпедо и Терем также оставили свои ворота вне прикосновенности в течение всей игры 0-0. Стабильно хорошие результаты продолжают показывать воспитанники отделения единоборств Дюшикар. В этот раз комплект медалей они собрали на соревнованиях в Нижнем Новгороде. Победителями стали в весовой категории свыше 75 кг Андрей Малыгин, в весовой категории 55 кг Сергей Голосков, второе место в весовой категории 80 кг завоевал Данил Козырев. Все ребята прошли в состав сборной команды Нижегородской области для участия в первенстве в Приволжского федерального округа по рукопашному бою, который состоится 23 февраля на Бару. Будем следить за их выступлениями. 2 февраля стало известно, что Саровчанка Анастасия Седова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи до 23 лет, который проходит в Швейцарии. Воспитанница с Дюшур Атом стала сильнейшей в скиатлоне на 15 км, более чем на 10 секунд опередив коллегу по команде Наталью Непряеву. Известно, что сейчас Настя находится в Корее в составе сборной страны, готовится к первой своей жизни олимпийской гонке. По выходным продолжается чемпионат города по волейболу. 3 февраля Политех уступил Атому 0-3, Энергия по партиям победила с РФТИ 2-1, Ника оказалась сильнее Дивеева 3-0. 4 февраля старт выиграл Департамент образования 2-1, Школа номер 20 уступила школе номер 10 1-2, Вознесенская по партиям поиграла Дивеева 1-2, а Ветерана Далядили Юниор 2-1. Как сообщает группа, посвященная баскетбольной жизни Сарова в социальной сети ВКонтакте, в минувшие выходные выдались неудачными для наших баскетболисток. Два поражения с крупным счетом. Торпеда Павлова на 24 очка опередили Дюшикар 64-40, а с Дюш-Дежинск также выиграли наш Дюшикар 58-23. Своим ходом идет и чемпионат города по баскетболу. Команда Старт одолела Дюш со счетом 90-71, Волга оказалась сильнее Политехникуму 88-53, Команда Энергия с серьезным перевесом выиграла Политехникум 93-65, Волга обыграла с РФТИ 112-49. С РФТИ в свою пользу провела игру с Дюшор 78-62 и Союз в разнице в 1 очко проиграла старту 87-88. Прошедшую субботу саровские команды Дюшикар и Атом отправились в Шахуню, где одержали две уверенные победы. Дюшикар одержали свою победу над Фок Атлант 76-64, Команда Атом в свою очередь выиграла у Северной долины 79-69. На этой неделе в клубе «Здоровье» прошло интересное спортивное мероприятие для подростков. Мы выбираем спорт. Здоровый образ жизни никогда не был лишним для ребят, подростков, поэтому мы стараемся, чтобы наши дети выросли крепкими, здоровыми, сильными, выносливыми и показывали свои хорошие результаты. Открылся фестиваль турниром по настольному теннису. Четыре десятка ребят вступили в борьбу за первое место. Среди них были даже те, кто в будущем хотел бы связать свою жизнь с этим видом спорта. Главный вид спорта, в котором я хочу добиться хорошего результата. Он развивает реакцию, силу в силу, и тут надо очень хорошо мышлить и понимать. На этой неделе прошло еще одно интересное спортивное мероприятие с громким названием «Президентские состязания». С ними, в общем-то, все достаточно просто. В 2010 году Дмитрий Медведев подписал указ об учреждении спортивных президентских состязаний, и вот уже 8 лет подряд школьники всей страны продолжают участвовать в них и показывать высокие спортивные результаты. В школе номер 16 девочки и мальчики 6-11 классов вновь собрались, чтобы выявить сильнейших спортсменов города и выбрать тех, кто отправится на зональный этап президентских состязаний. Даниил Биткин занимается в военно-патриотическом клубе, поэтому подтягивания и отжимания ему даются легко. Там мы всегда подтягиваемся, делаем какие-то нагрузки, бегаем всегда, и из-за этого у меня вырабатываются сильные мышцы. Организаторы президентских состязаний в нашем городе проводят эти соревнования в виде легкоатлетического многоборья. В него входят прыжки в длину, подтягивания, отжимания, подъем туловища из положения лежа, упражнения на гибкость и бег на различные дистанции. Выбрали такой формат не случайно. Упражнения дублируют нормы комплекса ГТО. Здесь вот некоторые виды как раз соприкасаются с ГТО, да, тоже подтягивания, прыжки с места, да, то есть как-то перекликаются. Вот, может быть в дальнейшем как-то и будет это упраздняться, вливаться в одну единую систему. По итогу всех упражнений по количеству баллов будет выбран класс-победитель, который представит наш город уже на зональном этапе, а дальше, возможно, на областных и всероссийских соревнованиях школьников. Но чтобы там оказаться, надо сегодня и здесь показать высокие результаты. Регулярный чемпионат ВХЛ выходит на финишную прямую. 6 февраля Хакасаров принимал на своем льду команду ЦСКА ВВС из Самары. За 60 минут игрового времени саровчане отправили в ворота соперника 8 шайб. Гость ответили лишь одной. Игра все равно держала в напряжении, потому что соперник очень такой колючий, жесткий. Я лично боялся, что ребят травму не получали. Команда «Саров Инвест» в прошедшие выходные провела очередной матч на выезде в Сеченова. С первых минут ХК «Саров Инвест» захватил преимущество, забив в первом периоде 5 безответных шайб. Во втором горлом отрезке хозяева «Да» ответили двумя результативными бросками в створ ворот саровчаны и пропустили еще 6 голов. В третьем периоде сеченовцы попытались переломить ход поединка, перехватив инициативу и забив 4 шайбы против 3 пропущенных. Но это не помогло им решить исход встречи в свою пользу. Итог победы «Саровской ледовой дружины» с уверенным счетом 14-6. Скорость, азар. Спорт настоящих мужчин. Только не надо бояться отнимать шайбу, как сейчас наши. Хорошая игра, хорошие команды. Там, конечно, сегодня немножко нашим не везет. Но «Саров» тоже молодцы, они чемпионы. В эти выходные по традиции можно по-спортивному провести время. Для любителей горнолыжного спорта работает «Горак Губокая». Прокат, подъемник и свежий воздух в наличии. Продолжает работать и лыжная база. Есть прокат ватрушек и лыжного инвентаря. Специально оборудованные трассы и освещение, которое работает до 8 вечера. Прекрасное место для семейного отдыха. И еще одно место, прекрасно подходящее для активного отдыха с семьей или друзьями, это, конечно же, каток. Прокатиться на коньках можно будет на самом большом катке в ПФО на стадионе «Карп». Все выходные он работает с 11 утра и до 8 вечера. 11 февраля в воскресенье «Саровский Атом» в рамках чемпионата области принимает на своей площадке команду «Торпеда». Баскетболисты из Павлова – это, пожалуй, самые непредсказуемые команды чемпионата, способны преподнести сюрприз в любом матче. Начало встречи в 15 часов. Наши юноши сразятся со сверстниками из Павлова в 13 часов. 10 и 11 февраля продолжаются зимние первенства города по футболу. Встречи в субботу начнутся в 11 утра, в воскресенье в 10. Приходите поболеть за любимые команды. Игры проходят на запасном поле стадиона «Икарп». В субботу в 12 дня состоится торжественное открытие традиционной лыжной гонки «Лыжня России-2018». Любите этот вид спорта? Не пропустите! А также «Саров Инвест» играет на выезде в Арзамасе. Начало встречи в 13 часов. Не пропустите трансляцию в нашей группе ВКонтакте. На этом все. Актуальные спортивные новости нашего города. Смотрите в программе дополнительное время. Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!